Азербайджан Продолжающаяся более двух недель на дороге Шуша-Ханкенды-Лачин акция активистов гражданского общества Азербайджана становится значимым оружием в разоблачении бандитского режима в Карабахе. С первого дня протестов, обвиняющий Азербайджан в создании гуманитарного кризиса, руководимая тандемом Варданян-Арутюнян группировка пытается создать в Ханкенды видимость мнимого кризиса. Препятствующий использованию населением дороги Ханкенды-Лачин сепаратистский режим таким путем продолжает удерживать карабахских армян в заложниках. Террористы не гнушаются проверять аккаунты в социальных сетях, тем самым подвергая жителей Ханкенды преследованиям. Даже некоторые азербайджанские граждане Карабаха армянского происхождения подвергаются серьезным преследованиям и пыткам. Эти шаги сепаратистов направлены на отвлечение внимания международной общественности от незаконной эксплуатации месторождений и экологического террора на территории Азербайджана. Они организовали митинг против Азербайджана. Но на самом деле этнических армян удерживают там в заложниках. Удерживая заложников, изображая из себя государственных деятелей, видно, ждут поддержки из-за границы. Как будто там кто-то обижает людей, как будто Азербайджан оказывает на них какое-то давление. И таким образом они намерены привлечь внимание разных стран. В параллельно с сепаратистами Армения намерена также создать новую эскалацию в регионе. Еще на встрече в Сочи Никол Пашинян, предлагавший продлить срок пребывания российских миротворцев, временно дислоцированных в Карабахе, теперь наоборот хочет их вывода из региона. Недовольствуясь только этим, Ереван намерен разместить в Карабахе миссию международных организаций, которая несколько месяцев назад была размещена на условной границе с Азербайджаном. Это, в свою очередь, свидетельствует о новых коварных планах Армении, желающие привлечь к процессу и другие государства. Они намеренно хотят обострить предстоящие процессы, вывезти Россию из региона, разместив там якобы международную миротворческую миссию во главе с Францией. Но пусть армянская и французская стороны поймут, что если происходящее в западном Зангизуре внутреннее дело Армении, то, что будет происходить в восточном Зангизуре, Карабахе, Лачине, внутреннее дело Азербайджана. И Азербайджан сам решит, какая миротворческая миссия может или не может разместиться на его территории. Беспокойство команды Пашиняна, постоянно находящейся в безвыходной ситуации и при напоминании о своих обязательствах, выступающей с глупыми предложениями, достигло предела. Поиски новых покровителей Армении, политика которой потерпела крах после долгих лет оккупации, при поддержке сторонних сил, также не увенчаются успехом. Это предложение Еревана, объявившего политическую нестабильность и бессилие государственной политики, не способного защитить свои границы, и как будто этого недостаточно, просящего поддержки у любого государства, не имеет значения ни в региональном, ни в глобальном масштабе. Судьба армян и миротворцев, дислоцированных в Карабахе, зависит только от решения Азербайджана. Эту аксиому наряду с Арменией должен принять и террористический режим Варданьяна Арутюняна. Кемал Азиз Гызы, Рустам Микелзада, Новости АС-ТВ.